Так, друзья, давайте начинать. Тема сегодняшнего ивента это CV, то есть резюме. Как написать успешное и продающее резюме. Очень много про эту тему сказано, очень много написано, она очень актуальна. Люди заказывают себе резюме у различных консультантов, у различных компаний. Люди читают, смотрят видео, как сделать резюме свое лучшее. Я постараюсь зайти в эту тему немножко с другой стороны. Я рассмотрю резюме с точки зрения ценности, то есть то, как вы транслируете ту ценность, которую приносите компании. Потому что на самом деле я очень часто замечаю, что ребята не мыслят подобной категорией. Ребята об этом в целом не сильно думают. Ребята зациклены часто на себе. То есть, смотрите, если мы идем через понятие рассказ о себе, если это некое, знаете, сочинение на тему. Часто бывает, когда ребята такие, а потом я решил, я вот это читаю и всегда думаю, что, блин, ну вот мне такая риторика не заходит. Сочинение на тему и здесь еще бывает даже более глубокий рассказ о себе, скажем так. Весь свой опыт в деталях. И вот вся вот эта вот история, кажется, да, кажется, что это то, что должно быть в резюме, вы должны максимально полно о себе рассказать. Но на самом деле это все о вас, да, то есть это о себе. Это когда вы компании рассказываете, как вы вообще свою жизнь жили, как ваш карьер складывался, и это в принципе неплохо. Но я все-таки хочу, чтобы люди, которые, например, с которыми мы работаем, да, люди, которых мы консультируем на нашей профессии, когда мы с ними итеративно допиливаем шаг за шагом резюмешки, ребята присылают свое резюме, мы на них смотрим, даем фидбэк, они уходят, доделывают, снова возвращаются. Мы на все это смотрим с точки зрения ценности, которую они компании продают, и ту ценность, за которую им реально платят деньги. Потому что за то, что вы делали, вам не платят деньги. Давайте прямо это отдельно запишем. Что делали? Нет денег. Чаще всего. Я понимаю, что компании тоже очень разные, я понимаю, что нанимающий менеджер тоже по-разному смотрит. Но здесь важный вопрос, что вы сделали? Какую ценность вы принесете? И здесь я, когда смотрю на потенциальных, да, в принципе, на кого угодно. Даже если я смотрю на наших студентов, да, которые приходят с резюме, и мы им помогаем с трудоустройством, либо я смотрю на потенциальных сотрудников. Я всегда смотрю с точки зрения того, что, давайте назовем это деньги, равно ценность. Я смотрю с точки зрения того, что мне это даст. Вот давайте представим себе, что у нас есть, например, человек, который все это транслирует с точки зрения, назовем это так, ценность должна быть, давайте перечислим параметры, вот ценность должна быть прозрачной, ценность должна быть, назовем это, наверное, то же самое, очевидной, когда человек точно понимает, почему вы, да, и ценность, так, давайте немножко это уберем отсюда, и ценность должна быть, назовем, давайте это дорогой, то есть что я имею в виду под дорогой? Потому что обычно всегда у компании деньги есть. Тут уже вопрос, готовы ли они платить эти деньги вам, и готовы ли они платить за ту ценность, которую вы несете. Если да, компания деньги найдет. Соответственно, если у нас ценность прозрачная, очевидная, и она дорогая, то есть она реально важна для компании, то в этом случае возникает какое чувство? Вот я, как нанимающий, смотрю на все это, хочу, чтобы он или она сделал, сделала у меня так же. То есть это та линия, вот основная, через которую должно идти все ваше резюме, и в целом через которую должна идти вся ваша продажа себя как эксперта, и вся трансляция вашего опыта. То есть это то самое основное, на что я смотрю, когда я разговариваю с людьми, либо когда я смотрю на их резюмешку. Я вот смотрю, вот появилось у меня это чувство или нет, потому что если это чувство появилось, то все моментальнейше, моментальнейше. У меня, интересно, вот он так вот по значку найдет, деньги. У меня моментальнейше появляется чувство, что кажется этому человеку, так, это не работает, кажется этому человеку стоит заплатить деньги. Почему? Потому что у компании всегда есть какие-то деньги. Да, компании говорят, что у них есть вилка, иногда так правда бывает, но на самом-то деле, если какой-то конкретный нанимающий менеджер, особенно если мы говорим про именно LPR, то есть человека, который непосредственно берет вас, а не говорим про, например, HR, у этого человека всегда есть какая-то возможность двигаться. И если он видит ценность, он будет двигаться, скорее всего, потому что, например, представьте ситуацию, вот я собеседую человека, и я понимаю, что это та ценность, которую я хочу себе в команду, я хочу ее себе в компанию. Вот я прямо вот сижу, смотрю на человека и думаю, блин, это классно, я хочу себе то же самое. В этом случае, если, например, у меня вилка от 150 до 200, но человек говорит, что мне комфортно 250, я приду к ребятам и скажу, ребят, давайте обсуждать, давайте мы найдем деньги. Потому что, опять-таки, когда есть ценность, я понимаю, где будет возврат инвестиций, я понимаю, что человек окупится, и это уже дальше ограничение исключительно возможностями компании. И если мы говорим про крупные компании, они у них всегда есть. Поэтому вот история «нет денег» — это практически невозможная ситуация. Потому что если нет денег, вот давайте прямо вот так это тоже отдельно запишем. Нет денег равно нет денег на это. Подставьте что угодно под это. Нет денег на это исследование, нет денег на этот инструмент, нет денег на подрядчика, нет денег на сотрудника, неважно, абсолютно, на консультанта. Всегда есть деньги, почти всегда у компаний на это есть деньги. Это вопрос, что просто компания платить их не готова, если она не понимает, опять-таки, какую ценность вы ей несете. Почему это важно, почему я настолько долго про это говорю, заостряя внимание? Потому что это то, что я хочу в первую очередь видеть в резюме. Среднее время просмотра резюмешки, если верить разным карьерным и HR-экспертам, скажем так, по подбору, это примерно 5-6 секунд. То есть что я успею посмотреть за 5-6 секунд? Да почти ничего. То есть вот как я могу рассказать историю, вот как у нас это, давайте цвет выберем, близкий к нам корпоративный, вот, lead startup, да. Как у нас проходил процесс поиска junior product manager в прошлом году? Я разместил позицию в ХХ, я ушел вести тренинг, я вернулся через 6-8 часов, ну, скорее 8 часов, да, 8 часов. У меня было примерно 550, по-моему, боюсь соврать, откликов. Моя большая мысль в этом случае, я прямо эту мысль помню, мысль у меня такая, что мне с этим делать? То есть вот, вот как бы, что делать? У меня есть 550 откликов, мне нужно найти человека. Я как бы в смятении. Что я сделал? Я смотрел на три ключевые параметра, по которым я быстро анализирую резюмешку. Первое, это фото. Тонкий момент, давайте поясню. Принято считать было на рынке, наверное, лет 10 назад, раньше, что нанимать людей, глядя на фото, некорректно. То есть это некая дискриминация потенциально возможна. И поэтому считалось, что это, скажем так, давление на судей, и поэтому считалось даже часто хорошим тоном не добавлять фотографию в резюме, просто потому что, ну вот, не нужно. Согласен, отчасти такая история есть. Плюс еще есть второй момент, что часто говорят про то, что хороший руководитель, особенно в крупных компаниях, да, там, где, скажем так, работают над корпоративной культурой, говорят, что хороший руководитель должен уметь работать не с теми, с кем кайф. А со всеми. То есть с некоторыми людьми у вас складывается вайп, с некоторыми нет. С некоторыми вам прям очень легко, и вы друг друга понимаете, у вас, не знаю, там, шутки одни и те же, там, приколюхи одни и те же, вы как бы на одной волне, да. Но это не значит, что люди, с которыми нет, дают меньше ценности для компании. И, соответственно, считается, что если руководитель сильный, он должен уметь работать со всеми и доставать ценность из всех. И как раз вот это diversity, да, о которых любят говорить в крупных компаниях, оно как раз приносит, максимизирует эту вот ценность, да, для компании. Но я на это смотрю как. Что такое фото? Это вайп. То есть я смотрю и понимаю, мне с человеком потенциально ок или не ок. Да, можно сказать, что это потенциально некорректно, но у нас как бы немножко другая история, да. Мы компания ламповая, мы компания не крупная, поэтому для нас важно, вот для меня важно на одной волне или нет. Вот как бы я бы не хотел работать с человеком на долгосроке, с которым мне не ок. То есть, конечно, это можно сказать, что это челлендж себя, да, там, какой я менеджер, как я умею работать с разными людьми. Ну, все-таки, зачем мне работать с людьми, с которыми мне некомфортно, учитывая, сколько времени как бы мы все проводим на работе. Плюс это проверка, давайте так, проверка на адекватность. Вот есть история с интуицией, иногда на фото смотришь и думаешь, блин, да хрен, вот как-то вот, ну вот что-то вот не то, вот что-то не то. Обычно в таких ситуациях лучше доверять интуиции. Первое — фото, второе — summary. Что такое summary? Мы сейчас к этому вернемся. И третье — это последнее место работы. Давайте сейчас про последнее место работы к summary вернемся, потому что много что здесь хочу сказать. Это для меня прям вот те ребята, которые меня знают, с которыми мы резюмешки смотрели, там, все наши студенты, они прям знают, что summary — это то, на что я в основном смотрю, то, за что я топлю, и то, что часто я, скажем так, единственное, на что я больше всего застряю внимание. Последнее место работы. На самом деле оценивается довольно быстро и просто. Оно оценивается как? Во-первых, круто, не круто? Условно оценивается. То есть что я имею в виду? Например, не знаю, я вижу, что человек работал в Яндексе. Может быть, он и не такой крутой сотрудник был в этом Яндексе, да, и возможно, что этот человек, скажем так, не очень круто выполнял свой функционал. Или, например, я могу тоже к Яндексу по-разному относиться. То есть не факт, что я люблю эту компанию, да, что мне близок как-то ее дух, но я понимаю, что человек, который, скажем так, прошел отбор в Яндекс и устроился в Яндекс, скорее всего, обладает базовыми компетенциями, которые ок. Он базово понимает правильную корпоративную культуру, он базово понимает продуктовую культуру, да, там, если, например, это продукт-менеджер. Поэтому это все круто, не круто. И, в принципе, круто, не круто часто связано с одной даже другой историей под названием «знаю-не знаю». То есть если я не знаю компанию, да, то, возможно, я, если мне все остальное прям очень нравится, я внимательнее буду вчитываться, потому что, ну, блин, как бы вроде как глупо человека отсекать, потому что компания, просто я не знаю какую-то компанию, но все-таки когда ты видишь, что человек работал в сильных компаниях с хорошей культурой, ты такой, ну, как бы тебе поувереннее сразу, когда ты его выбираешь. И summary — это краткое описание опыта плюс хотелок. Хотелок — очень важная часть. Как в итоге я… сейчас тоже, пора, вернусь. Как в итоге здесь… что я сделал? Я быстро посмотрел, наверное, 15-21 страниц. Вот прям вот в формате 5-10 секунд на резюме. Фотка, ок-не-ок, вайп-не-вайп, дальше summary сверху написано ли что-нибудь про человека, написано ли, что он хочет, что он не хочет, где он там последнее место работы, где работал. Отобрал я примерно, мне кажется, человек 5-6, с которыми я дальше захотел общаться, и одного он вдруг взяли. Но, возможно, где-то там на 25-й странице там был абсолютно золотой, гениальный кандидат. Но я этого никогда уже не узнаю, мы этого не узнаем. Почему? Потому что просто нет возможности настолько детально все это обрабатывать. Ну, вот, к сожалению, нет. И поэтому вот эти 5 секунд… почему? Потому что, смотрите, это история с лид-стартапом, да. Это как бы на наших, скажем так, масштабах. Давайте посмотрим другую историю. Давайте представим, что это МТС, например, какой-нибудь. Давайте цвет поменяем на… что очень странно, нет красного цвета. К сожалению, в истории МТС придется побыть тебе оранжевым. История с МТС. Я, опять-таки, точно цифр не знаю. Это сейчас будет примерная прикидка, которая будет, я думаю, плюс-минус гулять по компаниям, но она будет примерно точной. Давайте возьмем, что это позиция… Ну, давайте либо junior product, либо это просто product. В первом случае побольше, во втором случае поменьше. Вот я уверен, что… я не знаю, за какой период, но это 3000 плюс откликов. Точно. Почему? Ну, потому что совсем другие масштабы ребят. У них есть как бы громкое большое имя. К ним хотят. Я уверен, что из этих ребят на джуна, скорее всего, у 30-40% не будет вообще никакого релевантного опыта в индустрии. И все это нужно как-то отсеивать. Поэтому вот здесь самое как раз, почему столько про это говорим, да, столько я про это говорю. Потому что вот эта вот ценность, она должна сквозить. Потому что если ее нет, выделиться среди 3000 людей очень сложно. В принципе, это вообще та история, почему мы, ребят, всех, которых ведем по трудоустройству на профессиях, трудоустраиваемым через нетворкинг. Потому что, смотрите, нетворкинг, давайте прям вот так вот, нетворкинг больше, чем хэ-хэ. И всегда… так, сейчас вот так вот сделаю. Нетворкинг. Это слитно, но я понимаю, что покрупнее было. Почему так? Потому что, когда вы трудоустраиваетесь через хэ-хэ, насколько крутой бы вы ни были, вы всегда можете оказаться вот там на какой-то 30-40-й странице. До вас просто не дойдут. Ваше резюме просто могут не посмотреть. Потому что… Ну, как бы вот это может случиться вообще с каждым, и это абсолютно нормально. Потому что на таких масштабах у людей нет возможности так сильно вникать. Соответственно, плюс тут еще есть какой момент. Есть формальный фильтр от HR. То есть вы соответствуете или не соответствуете каким-то критериям, которые они закладывают в эту позицию. Не всегда, я думаю, корректно. Если вы идете через нетворкинг, выбирают вас не просто какой-то набор компетенций, перечисленных у вас в резюме, выбирают конкретно лично вас. Если вы прокачиваете, что такое у нас нетворкинг, давайте назовем это нетворкинг и давайте назовем это личный бренд. Вот это то, что дает крутые результаты. Через работу с профессиональными соцсетями, через публикацию shareable ассетов, то есть это ценной экспертной информации среди вашего профессионального комьюнити. Это все то, что показывает вас как готового эксперта, как крутого сотрудника потенциального, которому готовы принести и дать денег. Когда у вас есть, скажем так, social proof, некий street credibility. И вот это в идеале, как оно работает, это то, как устраиваются не на поджатые позиции. Но я понимаю, хэ-хэ все равно огромная доля рынка. Многие наши студенты в итоге все равно устраиваются через хэ-хэ. Но устраиваются за счет того, что они как раз вот эту вот свою ценность настраивают, усиляют. Соответственно, что я в первую очередь... Вот фото, понятно, это не такая ценность, это именно вот первичный фильтр. Саммери. Что такое саммери? Саммери — это краткое описание опыта плюс хотелок. Давайте назовем это еще дополнительно как elevator pitch. Elevator pitch. Что это такое? Представьте себе ситуацию. Я просматриваю кучу резюмешек. Что я хочу сразу увидеть? Я хочу сразу понять, кто этот человек. Я хочу сразу увидеть, что он может, что он может мне дать и чего он сам хочет. Краткое саммери вначале — это замечательный способ очень быстро рассказать о себе. В идеале, в идеале, elevator pitch — вот это... Представьте себе ситуацию, да, что вы едете в лифте, к вам заходят в лифт, не знаю, ну давайте кто угодно, не знаю, там, гермогрев. Вам нужно продать ему себя за, не знаю, там, пять этажей, сколько вы будете ехать вместе, три этажа, два этажа, может быть, один этаж. Вот 3.10 предложений на elevator pitch более чем, но для CV, для CV, я бы сказал, это 3.6. Почему? Потому что представьте себе, как чаще всего, вот по моему опыту, ребята начинают отвечать, например, на вопрос «Расскажи коротко о себе» или просто начинают рассказывать. Я обычно, у меня тоже, кстати, такой некий небольшой хитрый тест на то, насколько человек умеет приоритизировать свой опыт, насколько он его, как бы, оценивает. То есть, когда ты спрашиваешь человека «Расскажи коротко о себе», и человек начинает рассказывать что-то, типа «Я закончил такой-то университет, потом пошел работать вот в компанию, там мой первый руководитель был вот такой-то, занимался вот этим». И, как бы, вот Герман Греф в этом случае уже давно из лифта вышел, он уже давно ушел где-то в соседний коридор, уже там у кофе-машины стоит. Он вас уже не слышит, он вас уже не знает, не заметит и не зацепит. Поэтому что такое прикольное summary для меня? Давайте вот попробуем вначале… Вообще два предложения. Давайте идем два предложения. Сейчас, summary, summary. Получится мне так… Вот не умею я, как Миша, красиво работать в мире, а хотелось бы. Но я винилый для этого слишком, видимо. Давайте, elevator pitch. Ну, либо просто, давайте просто summary для CV. Эксперт. Кстати, я очень люблю, когда люди используют вот такие глаголы. То есть я умею, я могу, я… Я просто всегда это стараюсь рекомендовать, подавать как сухой бизнес-язык. Мне кажется, что для CV это более, скажем так, читабельно. Эксперт в построении, в создании, в создании прибыльных цифровых продуктов с высокой маржинальностью. Давайте вообще два предложения. Рассматриваю позицию… Ну, давайте, допустим, рассматриваю позицию CPO, да, chief product officer, ну, допустим, в финтех-компании с сильной продуктовой культурой. Важный момент про хотелку. У меня всегда возникает вопрос, когда я смотрю на резюмешку, потенциально, что будет думать об этом другой нанимающий, да, когда, там, мы с ребятами работаем. Всегда важно, чтобы люди, которые смотрят эту резюмешку, сразу понимали ваши намерения и ваши хотелки, и ваши ценности тоже. Потому что иначе будет просто дизмэч, и все потратят время. Соответственно, вот в такой истории, да, эксперт в создании прибыльных цифровых продуктов с высокой маржинальностью. Рассматриваю позицию. Кайф, вот, вот даже, окей, это немножко по-инфо-цыгански, я понимаю, но это нормально. Все резюмешки работают как описание своих достижений в линке. Знаете, вот эти вот мемасы все, что в реальности, в реальной жизни. Я получил права в линкедыне. Спасибо большое сотруднику ГИБДД и там что-нибудь еще за предоставление этой уникальной возможности, получить документ, подтверждающий мое право управления транспортным средством. Вот это вот хрень вся. И это такой вот язык, ну, которым надо, в принципе, если вы особенно хотите работать или бы уже работаете в интерпрайсе или корпорат-группных компаниях, надо бы обладать. Потому что, когда там какой-нибудь performance review, или там надо, в общем, давать какую-то кому-то на кого-то фидбэк и прочую историю, если вы не знаете 10 синонимов к слову delivered и прочую историю, то вот, то сложно вам будет иногда в некоторых компаниях, особенно в западных компаниях, когда прям вот эта вот культура подобной трансляции своих мыслей, результатов и прочего, вот, сухой бизнес-язык. Английский, красивый, лаконичный, здесь хорошо подходит. Вот я смотрю на это, да, вот, хочу, чтобы он, она, сделал меня так же. Вот я такой, окей, допустим, я техкомпания, ой, извините, финтех. Ну, мы тех, да, ближе, но, допустим, вот, я финтехкомпания. Замечательно, я хочу к себе человека, который создаст мне прибыльные продукты с высокой маржинальностью, пускай это даже лозунгало, все равно. Давайте докрутим немножко. Как бы сейчас, как бы сказать-то, ну, что-то вот типа, глаголы не люблю, приоритет, нет, так, давайте не приоритет, просто вот, тоже очень сухо. Фокус на выстраивании, почему подчеркивать, ну ладно, устойчивой модели юнит экономики и закрытие потребностей пользователей. Лозунгало, понимаю, потребностей пользователей. Лозунгало, да. Но это то, что человек уже, как бы, который на это смотрит, думает, окей, блин, ну, как бы, тоже неплохо. А давайте так, эксперт в создании прибыльных продуктов с высокой маржинальностью с опытом руководителя, 4 плюс лет, еще богаче. Вот здесь важно богатое, очень часто дорого-богато, дорого, вот это вот какая-то история, дорого должно быть. Очень часто ребята боятся себя продавать, очень часто ребята боятся вот так вот говорить про себя, что я эксперт, например, я всех всегда рублю на том, что, вот, например, вот, давайте так, вот, дорого, давайте уточним, равно, пример, да, дорого равно эксперт, дешево равно специалист. Вот я, например, всегда, иногда использую это слово, вот как-то вот, скажем так, оно само так получается, но, блин, очень вот, очень явно заметно, в какой риторике о себе человек рассказывает в CV, насколько он сам себя ценит, насколько он понимает свою ценность, насколько он понимает, что он также выбирает компанию, как компания выбирает его, насколько он понимает, что, ребят, я сейчас приду и сделаю вам хорошо. Это вот это, вот это очень важная вещь. Здесь момент какой, что это есть не у всех, эта история пришла с, в принципе, с запада. Я вам сейчас покажу пример. Я когда искал примеры CV, я хотел показать какие-то варианты, может быть, там, замазанными личными, персональными данными, каким-то чувствительными наших студентов, хотел даже там у кого-нибудь спросить, разрешение показать. Потом понял, ладно, некорректно, да и не имеет смысла на самом деле, потому что Google полон различных примеров. Вот давайте возьмем сейчас, так, смотрите, вот, давайте, 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 давайте. Вот, например, или, или вот, да, у нас сайт myresume.ru, он где-то в выдаче там в первых пяти, в первых пяти, на первых пяти местах, это по запросу пример резюме product manager, по-моему, точно не помню. Вот у нас есть некая малиновская Диана, я не знаю, реально человек это или нет, заранее Диана, извиняюсь, перед вами, тобой, если, если чем-то обижу. Вот у нас есть резюмешка, да, имя, фотка, product manager, опыт работы, все хорошо, вот где-то внизу, да, идет о себе. Окей, начинаем читать. Более восьми лет работы в области маркетинга продукции и услуг. Окей, имею опыт создания продукта, начиная от запуска. Ну, окей. Развитие стратегии расчета экономической. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот имею опыт, вот я не люблю такие формулировки, я вот бы сказал, что эксперт в создании продукта с нуля, в развитии долгосрочной стратегии роста и монетизации, и вот эта вся история. То есть, вот чуть вот докручивать. Обладая аналитическим складом маты, обладая лидерскими навыками, быстро принимая решения в нестандартных ситуациях, стрессоустойчивая, как это, коммуникабельная, все вот эти вот истории, это на самом деле уже немножко китч такой, то есть, это уже лучше не писать, на самом деле скажу. Применяя в работе такие инструменты, как Jira, Confluence, ну вот смотрите, представьте себе ситуацию, что вы вот это вот рассказываете в лифте Герману Грефу. Сложно. Скорее всего, уже убежал. Сбежал. Вот я, во-первых, хочу видеть это наверху, а во-вторых, хочу это видеть вот с большим фокусом на то, что вы дадите компании, это первое, а второе, я хочу видеть вашу хотелку, то есть, что вы тоже хотите получить, не только кто вы и описание вас. Потому что, вот представьте, да, те же 5 секунд, вот я вот на что-то посмотрел, вот я пробежался, да, допустим, там, компания, ага, что-то человек делал, там, прикольно, там, анализ, тетери, там, допустим, докрутил я до навыков, увидел, там, юнит экономика, да, там, работа с ретеншн, да, там, юническое исследование, работа с гипотезами. Окей, например, замечательно. Я могу дочитать дальше, но это не факт, что я это сделаю, да. Поэтому, вот, оно должно быть прозрачно сразу наверху, вот, это должно быть сразу, должно бросаться в глаза. Это то, как вы себя продаете, как вы делаете это быстро, и как вы сразу показываете свою цену, свою ценность. Потому что, если этого нет, надо вчитываться. Вот, например, у меня есть такая история, у меня есть такая небольшая, скажем так, дислексия, да, это называется. То есть, вот, я начинаю вот такой, видеть такой текст, и я прям, вот, у меня глаза разбегаются. То есть, я не знаю, вот, я теряюсь немножко. Я помню, что у нас один студент, я смотрел его резюмешку, очень крутой опыт, очень много всего, и он постарался все это запихнуть, а я ему сказал не более двух страниц, потому что, ну, как бы, это такой, скажем так, стандарт. И он туда все это попытался запихнуть, и я прям, я ему так и сказал, я не могу прочитать это, sorry. Вот, я прям не могу это прочитать. И я бы, увидев такую резюмешку, ну, я бы, скорее всего, просто не читал бы ее. И звучит, конечно, да, там, ну, окей, там, я не молодец, да, что я вот так вот отметаю каких-то людей потенциально крутых, но так устроен, вот так устроен рынок, так устроена жизнь, что времени мало, все перегружены, все набегут там, что-то там с телефона, смотрят какие-то резюмешки, и поэтому, видите, 6 секунд, как бы надо выделяться, даже если вот вы идете через хэ-хэ. Поэтому вот это, вот эти моменты очень важные, очень важные. Давайте я сейчас прям быстро накидаю то, как вот в моем понимании выглядит формат резюмешки, который меня, скорее всего, зацепит. У нас есть фото, рядом у нас идет по классике, так, обслуг, контактная, вот о чем я говорил, информация, и тут же у нас идет позиция, крупно, кстати, ребят, прям крупно, это должно быть сразу видно, сразу понятно, кто вы. И вот дальше вот идет вот это вот summary как раз. Summary должно отвечать на вопрос, кто вы, о чем вы, условно, почему вы, и чего вы хотите. Это должно прям быстро это показывать, быстро отвечать на эти вопросы. Дальше по логике вещей у нас идет последнее место работы. Что самое важное здесь, когда я смотрю на последнее место работы, если откинуть компанию? Здесь мне нужны результаты. Всем нужны результаты, не только мне, я думаю. Результаты и метрики. То есть, что я имею в виду? Как у нас часто принято делать? Вот это тоже история пошла с запада, когда на западе принято писать то, что вы сделали, и часто описание позиций в целом даже не указывается. То есть, вы просто, например, финансовый директор, вы начинаете там заработал столько-то, соптимизировал столько-то, сделал вот это, вышел на какие-то новые рынки. Там не написано ваш job description. То есть, почему? Потому что это не результат. Он не говорит о том, например, там, когда там некоторые ребята пишут, например, там, не знаю, запустил я систему отчетности, запустил что-нибудь там, где-нибудь дашь борды. Окей, а нахрена они были нужны? А нужны ли они были? Кто их читал? Может, их никто не считал? Может быть, это были максимально некорректные, например, дашь борды. Либо это просто, не знаю, или вы это делали там один раз в одно окно отчетности из четырех, остальное время вы покапили тайминги, и цифры были все кривые. Аналитика всегда врет, но все-таки, да? То есть, где результат? То есть, вот и очень часто ребята даже, когда понимают, что нужно написать результаты, пишут результаты не очень правильно, вот как раз вот с точки зрения нам уже более зеленой. Я прям, сори, я прям вот это вот даже сейчас разобью на два, потому что это очень важно. Это вот второе, наверное, вот, это вторая самая частая ошибка. Первое, отсутствие самореврезюме. Результаты метрики. Про это мы сейчас тоже поговорим, как оно, как мы дошли до жизни такой, как оно все это получается. То есть, вот у нас, смотрите, да, у нас метрики. Что такое метрики? Метрики, это когда мы показываем, какой конкретный value мы принесли. То есть, вот результатом не является, давайте прям так, сейчас, не, не результат. Что вы делали? Что вы сделали без конкретики? В чем вы участвовали? вот это все не результаты. Что такое результаты? Результаты, давайте прям сразу примеры. Давайте вот результат, как красиво, вот, что я хочу увидеть, что я хочу, чтобы ребята писали. Снижение, опять-таки, не снизил, снизила, а снижение. Мне так просто, вот это вкусовщина, это мне так больше нравится. Снижение, time to market на 20%. На 20%. По-моему, хорошо. Ну, как бы, вот, давайте второй пункт. Снижение, вот снижение у нас сегодня будет, снижение стоимости льда на те же 20%. И вот я смотрю, и вот если я это вижу, у меня появляется вот это вот замечательное чувство, хочу, чтобы он, она сделал так же у меня, потому что, блин, ну, круто же, как бы это же, ценно было бы для меня, если бы мне вот это принесли. Да, было бы ценно. Давайте посмотрим тоже примеры, вот, например, да, Малиновская Диана снова, сори, сори, Диана. Достижение за 2 года, кстати, что не обязательно нужно писать за 2, ну, окей, не суть. Внедрила гемификацию для продвижения нового продукта, сократила расходы на привлечение одного клиента на 25%, вот прям вообще бьется с тем, с тем, с тем, что у нас, причем даже, видите, лучше, мы на 20, она на 25, обучила 4 ассистентов продакт-менеджера. И вот я из этого считаю за результат только второй пункт. Почему? Потому что, например, первый пункт, если это был job description, если это было, как бы, подразумевалось на той позиции, на которую Диану брали в компанию, то любой человек, который был бы на ее позиции, это бы сделал. То есть он бы внедрил какую-то гемификацию. Насколько это было вообще нужно? Вопрос. Насколько это повлияло на какие-либо метрики? Насколько это повлияло, например, на retention? Насколько это повлияло на лояльность пользователей? На что? Вот как бы, что это дало бизнесу? Ну, как бы, вот появилась гемификация. Это вот так же, как там, типа, не знаю, внедрили отчет. Отчет, то есть, ну, как бы, ну и чего? То есть вот у меня возникает вопрос, и что? Я хочу здесь видеть какую-то цифру. Я хочу увидеть, на что это повлияло. Так же, как обучил четырех ассистентов продакт-менеджера. Окей, возможно, они все зафакапили, их уволили в первые четыре недели. Здесь тоже вопрос. Здесь сложнее немножко. Давайте попробуем докрутить, как это может выглядеть. Например, обучил четырех ассистентов продакт-менеджера. Ну, допустим, двое из них доросли до позиции продакта либо джуна, да, в компании. Либо все четыре ассистента прошли испытательный срок. То есть, это вот что-то метрическое, то, что можно пощупать. Потому что просто обучил, ну вот, сказали, иди обучи, я пошел обучил, я мог сделать это максимально плохо. Просто обучение не дает, не показывает, насколько я хорошо это сделал. И, кстати, вот здесь вторая частая ошибка, я понимаю, это сложно. Вот, позиция с 2013 по 2018 год, то есть, эта позиция была там два года назад, да, и продолжалась работа в компании прожжение пяти лет. Составление, проверка подруга гипотез, то есть, это только то, что человек делал. Обычно, как это все выглядит? Человек долго работает в компании, вот у меня так все мои знакомые друзья ищут работу, они долго-долго терпят, потом они такие, все, достало, я начинаю искать работу. Они залезают на хэ-хэ, начинают смотреть позиции, выбирают позицию мечты, откликаются потом там на три из них, не получают отклика, потому что они одни из трех тысяч, вот это та история, которую мы вот здесь вот с вами разобрали, да, но не суть. И начинают обновлять резюме, раз там в 3-4 года, и у них такие, блин, а что я делал 5 лет назад? Непонятно. Поэтому вроде как бы брать красиво уже не получается, да и не любят люди это делать, соответственно, пишут просто обязанности, условно находит какой-то там старый job description, какое-нибудь старое там описание своей позиции, лучше здесь написать результаты. Вот здесь если либо ничего, ну ничего совсем плохо, но вот здесь надо прям вот пофантазировать и вспомнить, это очень важно, это очень важно, потому что, ну как бы человек работал 5 лет на позиции продакта менеджера. Если человек за 5 лет работы на позиции продакта не может сказать, что он сделал, у меня есть вопросики. Я думаю, что у многих эти вопросики будут возникать. Соответственно, это очень важно, чтобы даже на старых позициях надо вспоминать, надо не придумывать, приукрашивать где-то можно, это нормально. Ну, как бы, sorry, что я это говорю, да, вслух не принято, но это можно. И получается, что у нас здесь, да, summary, последнее место работы, последнее место работы, последние результаты. И далее очень важный момент. Стандарт. Две страницы. Максимум. Равно стандарт. По summary. Самый частый вопрос у ребят, который возникает. Они мне говорят, Паша, ты, конечно, красиво все это рассказываешь, а вот как я запихну, вот я уже открыл, смотрите, образец резюме в хх, как я сюда, куда мне summary сюда впихнуть. На что я отвечаю? Не нужно основное свое резюме держать в хх. Если вы откликаетесь в хх, пускай нормально, что в хх у вас есть адаптированная, скажем так, другая версия резюмешки, но в целом резюме в хх, во-первых, уместить в две странички очень сложно, потому что очень много места, ну, например, давайте вот, контактная информация, плюс что-то, занятость, график, желаемое время в пути, ну, его, как бы, да, это, кажется, неважная информация, это можно опустить. Это вот как раз вот те, та верхняя половина страницы, глядя на которую, я обычно быстро принимаю решение, вот это как бы go, не go, да, то есть идем, не идем. А здесь все это, ну, таким, как бы, скажем так, не самой-то фокусной информацией заполнено. Поэтому моя рекомендация, вот неважно, вы делаете резюме, вот я там подкрою разные варианты, резюме, как у Дианы, либо вы делаете собственный шаблончик в фигме, либо вы где-то воруете, можете посмотреть очень много разных примеров, банков, вот что угодно делайте, но важно, чтобы вы сразу вот эту цену здесь задавали, чтобы я заходил и такой смотрел, а, угу, это good, это хорошо, здесь мне есть о чем поговорить. Вот видите, вот, например, пример резюмешки, да, на сайте iconchuse.ru, опыт работы, высокие технологии, junior product manager. Вот, и здесь вот только участвовала. Вот участвовала, тестировала, помогала, занималась. То есть здесь, что человек делал, вместо того, что человек сделал. Я понимаю, что часто сложно на джуниорских позициях, когда вы джуниор, у вас нет, скажем так, глубокой вовлеченности в, скажем так, вот здесь вот, как это по Марксу, да, отчуждение от результатов собственного труда. Вы не всегда видите всю картину, вам сложно, я это более чем понимаю, как бы все там были. Но надо пытаться, надо пытаться тоже давать о себе информацию с точки зрения того, что вы все-таки привнесли в компанию. Потому что, как бы, вот, если вы тестировали гипотезы, ну, повспоминайте, можете. Кстати, это абсолютно нормальная история, даже если что, поспрашивать. Вообще нормально. Если бы ко мне подошел бы в компании, например, мой подчиненный, или человек, с которым я там работал, или там человек уже уволился, со мной не работает, потом бы спросил, как бы, а можешь вот помочь мне докрутить вот эту историю, потому что я на тот момент, как бы, скажем так, был недостаточным уровнем погружения в бизнес-компании, чтобы это понимать, я бы помог обязательно. Это как бы та история, где как бы, ну, где помогать хочется. И вот история про summary, на самом деле, когда искал, вот какой-то англазейшный сайт мне об выдаче выпал, и здесь все форматы, вот видите, куча разных шаблончиков, какие-то цветные, какие-то не цветные, где-то инфа сбоку, где-то все сверху указано. Это вообще все не важно. Здесь везде есть summary. Правда, вот единственное, что мне не нравится здесь summary, вот описание не указано, что хочется, для меня вот это минус. Все-таки, ну вот, key achievements, вот, key achievements, cost saving of 100 million. Красиво, красиво. Exceeded target by 90%. Ну, здесь прям какая-то, это, видимо, какая-то такая-то придуманная красота, да, но anyway, как бы хорошо, это вот то, что должно быть. Это, а с точки зрения template в шаблонов, ребят, вот как моя рисовалка в мира, да, то есть, если я делаю это недостаточно красиво, в целом, черт бы с ним, если я доношу свою мысль. На самом деле, наверное, это все, что я хотел основное рассказать, что важное, да, на чем еще раз хочу зафиксировать внимание, что доносите ценность, и тогда вы будете трудоустраиваться на своих условиях, вы увидите, насколько у вас конверсия в горящие глаза нанимающего менеджера будет выше, когда вы будете эту ценность транслировать, когда вы будете говорить не о том, что, скажем так, возьмите меня, я готов на все, а когда вы будете показывать компании, что, ребят, как бы, я знаю себе цену, я крутой эксперт, я могу делать вот это, вот это, вот это, как бы, я буду happy сделать это с вами, если, как бы, мы с вами договоримся, вот, и вот это тот вайб, который лучше всего продается на собеседованиях, и проще всего делать это через быстрая и прозрачную коммуникацию, через резюмешки, когда вы описываете правильно свой опыт, даете хороший summary и правильно описываете свою результативность, свои результаты, что вы можете сделать, после чего возникает этот вот, ага, то есть, я хочу, чтобы он мне сделал так же, я хочу, чтобы она так же мне оптимизировала процессы, я хочу, чтобы он так же помог мне, не знаю, там, снизить косты на что-либо, вот это, это очень важно, и очень мало людей, к сожалению, мыслит вот этой категорией, если вы начнете думать так и под это подстраивать все, в принципе, и то, как вы себя позиционируете, и то, как вы себя оцениваете, то, как вы презентуете свой опыт, да, то, как вы отвечаете на вопрос «расскажи о себе», или, как бы, вот, то, как вы себя ведете на собеседовании, это будет для вас огромный плюс. На самом деле, это все, что я хотел рассказать, надеюсь, было ценно, это видео обязательно появится на нашем канале, и обязательно приходите к нам на профессии, на обучение, где, если вам нужна помощь, мы вместе с вами круто качнем, и в целом процесс трудоустройства, да, то, как это делать, не поджато, да, и скажу так, все-таки лучше не через хэхэ, и то, как должно выглядеть крутое CV, потому что даже если вы устраиваетесь по знакомству, я имею в виду через нетворкинг, не по знакомству, там, как это, 90-й ставил, да, через нетворкинг, в любом случае, резюмешка для хорошего, крутого сотрудника должна быть красивой, просто потому, что, скажем так, это артефакт, да, это все равно отправить его придется, вот здесь может работать принцип, как мы делаем с нашими корпоративными клиентами, у нас как бы есть такое правило, что мы отправляем КП тогда, когда понимаем, что контракт выигран, вот здесь то же самое, можно устраиваться без резюме, но если оно есть, оно должно быть классно, так что, ребят, приходите, если для вас цены те знания, которые мы можем дать, и всем пока!